Эй, ребята, всем привет, добро пожаловать на канал JoyWare. С вами снова Джо и наше приключение в мире Римворлда. Закончили мы его на том, что... Аллигатору, чё, больше нечем заняться, кроме... Кроме, так сказать... Рыбалочки? Нам шо, не нужно готовить еду? По-моему, это первое... Самое важное, чем она должна заниматься. Ну ладно, ладно. Закончили мы на том, что у Дан началось заражение. Инфекция в желудке от огнестрельного ранения из пистолета. Ух, звучит жестко. Кстати, Дан, возьми себе пистолет. Давай Ру. Какой уровень медицины у Ру? Ру, 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 Ру. Три из двадцати. Я, пожалуй, попрошу Невис, чтобы она... Тебя полечила. Да, Дан, покушай. Я не знаю, чем ты занимаешься, но я бы хотел, чтобы ты отдыхала до выздоровления, а Невис... Невис тебя попробовала вылечить. А можно... Подожди. Невис. Хорошее лекарство. Сто тридцать процентов! Это вообще реально? Законно больше ста процентов не может быть. Само понятие процента означает, что это ограничено ста процентами. Ну, и все, как бы. Посмотри, с какой скоростью. Двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Я думаю... Я думаю, у Дан есть шансы. А второй раз ее уже может полечить руу и... Нормально. Она должна безумно быстро сейчас оторваться. Ну, заражение тринадцать процентов, иммунитет двадцать уже. Двадцать один, двадцать два. Аллигатор улучшает свой навык в растеневодстве, пускай. Я назначил ее растеневодством тоже немного заниматься в свободное время. Потому что... Одна Невис не может тянуть все. А еще у нас тут предстоит... Строительство киллбокса. Я все еще не определился, в каком формате его делать, на самом деле. Я сперва думал здесь сделать аванпост, закрытый с амбразурами, и чтобы отсюда отстреливались наши поселенцы. Но теперь у меня есть другая идея. Сделать что-то в духе... Ну, типа, ограничить... Такого плана сделать... Ну, вы поняли, о чем я. Здесь, типа, сделать проходы. Ну, теперь здесь сделать вход, чтобы отсюда они заходили и начинали идти, и они бы шли очень медленно по воде, и... Это было бы норм. А здесь бы, типа, амбразуры стояли, и отсюда наши поселенцы отстреливались. А вот это все заграждено было, здесь была бы больница, и здесь бы можно было бы освободить еще место. Здесь можно было бы сделать спальни. Вот это переделать под комнату отдыха, и под еду, и под ремесленническую комнату, или что-нибудь такое. Короче, вот такой у меня план. Нам нужно заняться исследованиями. О, новое исследование. О, новый квест. Верховный советник Флул Эккард, лидер фракции Содружества Верлиум, просит об одолжении. Ее друг Дерек Мотт Гудин интересуется изучением других культур. Флул хочет, чтобы вы его приняли на 24 дня. Он не будет работать, будет просто изучаться. Но мы можем за это получить Мосса, который не может переносить. Еще пиромант. Нет, это неинтересно. Кистевой коготь. 10 единиц рукопашного урона. Ух, интересная штука. И малая скульптура из дерева. 24 дня. Мы пока не можем себе позволить такое развлечение. Нам нужно отправить Невис добывать железо. Здесь темно, и это долго. занятие. Где еще здесь есть сталь? И чтобы было светло, более-менее. И чтобы это было близко еще к тому же. Но я слишком многого хочу, да? Давайте срубим вот это все. Разобрать. Покрытие. Снять покрытие. Разобрать саркофаг из стали. Дверь из гранита. Гранит меня не сильно сейчас интересует. Столы из сланца. Колонны из стали. Урны из стали. Можно их разобрать. Это получится быстрее, чем выкапывать, наверное, на данный момент. Невис... А, ты развлекаешься. Я понял. Я понял. Не осуждаю. Не осуждаю. У нас 53 кожи. Я бы хотел, чтобы Невис сделала все-таки вентиляции, чтобы мы могли обойтись, так сказать, малыми... ...малыми силами в плане расхода на обогрев. Но... Невис явно не хочет этим сейчас заниматься. Поэтому мы ее форсируем. Невис... Разбирай. А проблема в том, что там дождь. Это сейчас испортит ей настроение. Но когда она начнет копаться, по идее, это должно бустануть ее. Потому что, ну, она любит копаться. Посмотри, с какой скоростью. Ну, я понимаю, что это четвертая скорость. Все равно. А ты посмотри, с какой скоростью она фигачит. Нет! Ты не будешь есть на улице. Я не хочу, чтобы еще это испортило себе настроение. Просто перенеси железо, и ты поешь дома. Как там у Дан дела? Ммм, ее можно вылечить еще раз. Заражение 31, иммунитет 60. Ну-ка, ру. Сколько? 64%. Эээ, я думаю, этого будет достаточно. Качество лечения 64, иммунитет 66. 67. Да, быстрее. Быстрее выздоравливает, чем заболевает. Эээ, что по нуждам? Сытость немного, немного просела. Так, где мы можем расшириться? Мы можем расшириться здесь. И это все еще будет безопасно пока. Невис. Ты молодец. Я тебя вообще обожаю. Давай ты сделаешь винтухи. И вот эту. Спасибо. Все, теперь из этой комнаты тепло будет перетягиваться сюда, сюда, сюда. Ты можешь почистить эту комнату, и эти штуки можно перенести, и я бы хотел сюда табуретку добавить. Я понимаю, что дан там спит. Так, что у нас есть там? У нас есть блоки гранита, блоки сланца. Из них я хочу строить. Известняк, мрамор, песчаник. Не, мы сперва начнем со стен. 100% мы начнем со стен. Здесь будет сделан проход. О, Лексик, привет. Здесь будет сделан проход. И здесь мы зафигачим стену. Наверное, надо сперва отгородиться здесь. Черт. Тут просто колоссальный размер работ, на самом деле. Начнем мы с блоков гранита. Я думаю, это хорошая идея, сделать наружную стену из гранита. 5 блоков на одну стену уходит. И мы можем, наверное, сделать центральную. Сделаем внутреннюю, сэкономим пару блоков. Сколько здесь вышло? 65, что-то такое. Я проглядел, я что-то прям выпал. У нас остается еще половина этих блоков. Можем еще вот этот кусок сделать. Бе? Я же правильно почитал? Нам должно хватить, если там 65 было. У нас даже еще чуть-чуть останется. И остальный кусок мы уже из какой-нибудь другой фигни сделаем. Так, Невис, ты чем занимаешься? У нас опять ветряки не работают. Черт, нам надо другой какой-то путь. Герцог в бегах. Герцог Юстин Таос из Оранжевого Империума бежит и зовет на помощь. Он попал в засаду и всю его охрану перебили. Ему удалось бежать, но теперь его преследует Заяц. Хочет, чтобы вы укрыли его на несколько часов, пока не прибудет членок. Да, конечно. Кто у нас будет пси-возвышенным? Невис слишком хороша, чтобы на нее погружать эту хрень. Это же сразу отменит там некоторые виды работ, да? Ру тоже хорош. Дан не слишком крутой персонаж. В плане скиллов, да? А воевать она так же и сможет дальше. Блин, я хотел сделать Невис, чтобы можно было ей пси-тренер активировать, чтобы она была прям вообще суперкрутой. Давайте Дан. Или сколько у нас есть времени? О, черт, не туда. Два дня. Пускай Дан. Пускай Дан будет у нас возвышенная. Милость Короны соответствует знатной титулой для Дан. Поскольку в ней есть грубость, Дан будет требовать всех привилегий, соответствующих ее титул. Она будет отказываться выполнять работу определенных видов, есть низкосортную еду и начнет выпускать указы. Другие поселенцы могут более гибко относиться к своим знатным привилегиям. На-на-на. А что по скилламу аллигатора? Кулинария? Ну, они же в итоге перестают вообще делать все. Невис слишком крутая. Слишком крутая. Мы ее так долго растили до таких... До таких возможностей. И плюс она быстро обучаемая. Если мы просрем это, то будет очень грустно. А Дан реально поехавшая, поэтому ей нельзя давать власть. Аллигатор. Пусть будет аллигатор. Пусть будет аллигатор. Пам-пам. Юстина нужно на несколько часов прикрыть, чтобы кролик ушел. Или кролик придет, мы его убьем. Ну, какая-нибудь ерунда, короче. Так, давай, Юстин, мы тебе режим дня назначим. Делай, что хочешь. Находись в домашней территории только. Этого будет более чем достаточно. От тебя я большего не требую. Созрело еще пару деревьев. Хелл-е. Вот эти деревья выглядят тоже достаточно выросшими. А у аллигатора есть дальнее оружие. Сможет ли она убить кролика? Так, давай ты встанешь здесь. Ух, найс. И беги. Беги! Ух! У него осталось 4 часа. Глупая зверюшка. И добила бревном. Молодец. А можешь перенести, да, ее сразу там гнить? Спасибо, отлично. Юстин, почему у тебя плохое настроение? Королевские ожидания? Иди в задницу. Как тебе такое королевское ожидание? Все, а ты можешь валить. Я могу с него снять какие-нибудь вещи? Этот человек отказывается выкидывать эту вещь. Ой, да... Иди в свой членок, короче, и лети отсюда. Дан, почему у тебя плохое настроение? Пессимизм, недомогание, неприятное место. В смысле? Это твоя комната. Скудно-омерзительная. А че тебе не нравится-то? Че тебе вдруг там перестало нравиться? А, я понял. Это мы можем исправить. А-а-а... Выровнять поверхность. Все, он сел, да? Да. Б-б. Е-е-е! У нас аллигатор теперь со званием. Е-мое! Ух! Почему вы жрете на земле? Вы че, дебилы? Невис, как только проснешься, выровни область в этом месте, пожалуйста, чтобы шпана ныть перестала уже наконец-то. Средний, 94%. Ну все, с заражением мы справились. Да, все, иммунитет выработан, заражение прошло. Все нормально. Фух! Так, давайте расширим... Давайте посмотрим еще раз по областям. Можем расшириться здесь, здесь. Я запланировал здесь. Тоже расширим спальню. Здесь можно расширяться. Не, сейчас начнем строиться. Сейчас приведем в хороший вид, в пристойный вид спальню Дана. Что она перестала ныть уже и компостировать мозг. Когда ты к нам уже... Я только сейчас заметил, что у него фамилия Муравьед. Прекрасно, прекрасно. 3,9 сопротивления. Шанс вербовки 51%, кстати. Можно попробовать его вербовать. 51%, ну, 50 на 50, как бы, камон. Получила титул фри-гольдер. Титул фри-гольдер нельзя унаследовать. Когда она умрет, ее титул не перейдет никому. И новое задание доступно. Дана, ты можешь... О, аллигатор, прошу прощения. Она может взять. А можно... Вот у меня вопрос. Это пси-тренера. Извлечь, извлечь. Я могу извлечь все органы. Типа... Она его просто носить с собой будет, да? Не, брось тогда. Зачем он будет просто лишний вес добавлять? И здесь уже не так плохо в этой спальне. Так, теперь мне нужно, чтобы Невис начала строить. Ух. Невис. Как дела? Почему у тебя плохое настроение, друг? Отказ со стороны Невис. Он что, пытался подкатить шары? А, ну у него отношение плюс 88 с Невис. Оф-корс. Так, а здесь что-нибудь было из гранита? У нас здесь огромное количество гранита, и мы можем... Этого хватит просто вообще все выстроить. да, разбери эту хрень. Разбери все эти стены из гранита. Здесь не так много, но тем не менее. Этого должно хватить, чтобы полностью обнести территорию и сделать киллбокс. Unnamed Quest. Ничего не написано, но за это мы получим новый уровень пси-связи и титул Йомин. Видимо, какой-то баг. Да? Что нужно сделать? А! Драдуди, а что надо? А что делать? Что за толпа? Охренеть, смотри, у них какие-то энергокопья. А-а-а! А не это? Они награждать аллигатора будут за то, что она возвысилась в... у-у-у-у-у... крутости. выберите аллигатора что провести церемонии провести церемонию справедливо навис как-то видела церемония началась пущет год дэм наша девочка стала совсем большая аллигатор ты ведешь тебя вообще-то ждут смотри че делают что это за крутые технологии аллигатор получила титул ёмина аллигатор получила свой первый уровень пси-связи она становится псиоником чтобы применять пси-воздействие аллигатор должна накапливать пси-концентрацию знатные псионики могут медитировать выседая на троне выходцы из племен могут медитировать с помощью древ души и камней духа аскетичные псионики могут медитировать в окружении голых стен псионики психопаты могут медитировать находить рядом с могилой еще лучше если с близким человеком внутри чтобы увидеть доступные персонажи виды медитации откройте окно с подробной информацией о нем давай посмотрим прям вкладка медитация какая-то должна быть персона здоровья пси-связь первого уровня ух обитание раса порог нервного срыва голод тип кожи и мясо виды медитации возвышенность природа скорби а у нас здесь рядом где-нибудь есть эти деревья с си связью чтобы она могла ходить медитировать кстати рис вырос я деревья не хотел но кто я такой чтоб не было не наплевать там какое-то такое специальное дерево с аурой я я его однажды видел на другой карте она типа специально излучает какую-то радиацию и под ним надо сидеть и медитировать и это очень круто и вообще прикольно и клёво но я у нас такие здесь не вижу либо они в виде куста пока находятся и начинают расти когда рядом с ними медитируешь но я не вижу не вижу будет медитировать а возвышенное медитирование да там было написано это значит что она типа на троне может медитировать трон великий трон построим трон мебель трон из древесины пусть медитирует здесь невес че делаешь а ты притащила гранит а потом можешь сделать трон пожалуйста я понимаю это куча дерева но это надо сделать ради нашей подруги аллигатора и пока ты не пошла спать сделай сделаем норм и наверное сразу покрытие здесь делаем нормально это не так много времени займет но ты будешь лучше любовь к животному аллигатора это круто а чё по магическим скиллам там все гипси связи а как скиллы учить они сами а под и под и под и она может изучить теперь скилл доверия слово доверие и это снизит его сопротивление психическое до до нуля и невес его сможет теперь рекрутировать рысь ходит с ума я это называю халявное мясо дан ты очень опасно делаешь я я одобряю одобряю твою крутость но это рысь рысь это это уже не прикол это уже серьезно но в принципе у тебя пистолет нет-нет-нет-нет-нет-нет ух вот это было хорошее попадание вот это было прям очень фартовое попадание на самом деле я думал сейчас рысь все жопу откушает у данны давайте сделаем это проще для меня да да и не мне теперь легче будет потому что у меня разрыв чё а тебе не понравилось из-за того что тебя переименовали а прерванный сон плохо время проводишь ну извините а почему у тебя комфорт то плохой нормально же все было посредственно а ну из-за того что уменьшились размеры спальни это хреново это хреново девчонка я согласен поэтому мы сделаем так обогреватель мы переставляем сюда и это мы переставляем сюда а это идет сюда и у тебя комната чуть побольше становится это мы не будем закрывать и возможно этого будет достаточно ру как твои дела ты рыбачишь дана собирает дерево спасибо у нас почти созрел рис 63 процента ветряки очень неэффективны сейчас закончим со стенами надо сделать исследовательскую комнату у нас кто у нас ру неплохой исследователь нет дана 2 аллигатор 2 у нас все очень тупые крайне тупые это будет сложно ладно сколько у нас гранита осталось двадцать три двести двадцать четыре изи гранит построить мост мы мосты пока только из дерева можем строить и невис как проснешься построил вот этот а потом можешь пойти покушать и всем другим заниматься дана почему ты плохо время проводишь что тебе не нравится темно холодно сон на земле почему ты спишь на земле в чем проблема у тебя же я забыл убрать медицинскую кровать ух ясное дело почему ты плохо время проводишь сорян можешь перенести не сталь а блоки гранита да теперь у нас есть переход для своих это это тоже хорошо невис что делаешь а давай ты сейчас вот этими единичными штуками не будешь заниматься ты если тебя не затруднит ты построишь наоборот молодец ах девочка молодец какая у нас дело все еще зима текущую давайте сделаем теплую одежду ребятам на улице двенадцать градусов но я просто хочу чтобы у них была новая одежда подожди а почему ты нужны материалы а чё тебе чё тебе надо чё тебе надо изготавливаю лоскутную кожу тогда да здесь делаем из дерева в перспективе если мы все таки научимся делать нормальные мосты мы зафигачим не из дерева но к сожалению на деревянные мосты нельзя устанавливать тяжелые стены гранитные да да не выдерживать тяжелые строения и да мы здесь сделаем деревянную дверь чисто для своих блин как же смотри смотри с какой скоростью она строит офигеть это это первое это это даже не увеличенное каменные стены естественно дольше но деревянные это это просто космическая какая-то скорость так она отнесла сейчас весь гранит на место а сколько у нас еще осталось у нас еще 120 блоков гранита этого хватит на эту стену а вот на из аллигатор уже пять в растеневодстве имеет а мне теперь надо невис чтоб ты вырла вот эти вот этот не надо спасибо спасибо зайка спасибо большое да наверное я хочу сделать вот так опять нужно делать мост черт плевать на самом деле сделать хотя бы я вот 33 сделал у меня столько не хватит я же сам сказал что мне хватит только на одну скорее всего 19 да на 19 хватит там же 110 должно хватить да ну да 20 стен это 100 единиц у меня даже еще чуть-чуть останется и мы вот здесь разберем мы здесь поставим амбразуру вот это мы разберем сделаем чуть по-другому а ну зачем разбирать если мы можем переставлять это же намного экономичнее экономичнее а вот дверь из гранита можно разобрать дверь из гранита можно разобрать дверь из гранита можно разобрать да вроде вроде то что надо так дано подняла немного настроения кто он а аллигатор еще не умеет сажать лечебный корень невероятно красивый а так и красач господи помил так убрать крыши да давайте вот здесь уберем меня немного напрягает это затишье да да нам у меня есть предложение все равно ты здесь в лесу неужели тут у тебя такой низкий шанс попадения тебе все равно надо скилл качать в любом случае а он кстати даже при промахах прокачивается я не знал я думал что только попадание считается во можешь выбросить и перенести спасибо так а чё у нас кстати по лоскутной коже 80 ру почему ты не делаешь шапки 25 ткани а я понял лады лады справедливо сделай тогда шляпы котелки их можно делать шляпы котелок ты можешь их делать все как как освободишься сделай пожалуйста эти головные уборы облегчат нам чуть жизни и наверное поселенцам не будет так грустно гулять в холод и в дождь и наверное можно все таки сделать плащи всем ну или на два плаща ладно пусть будет два плаща а спальня стала посредственной да здесь просто не хватало чуть-чуть места у нас еще не хватает электроэнергии так а здесь я я вот переставил только сейчас задумался о том что здесь может быть дальности провода не хватать ну-ка ну-ка подожди энергия кабель да действительно не хватает так будет хватать а здесь разобрать давай навис деточка а и молодец теперь дотягивается да все дотягивается и сюда дотягивается а навис мне надо чтобы ты сделала этот кабель и в то время когда готовка не происходит мы будем плиту врубать чтобы экономить электроэнергию роскошная конструкция околит тори тродо из оранжевого империума велит вам построить монумент чтобы нести весть о его победах по земле этот монумент размера 7 на 4 потребует следующие ресурсы для строительства любой металлический деревянный каменный любой из блоков вы должны будете построить монумент в течение 10 дней после завершения строительства вам нужно будет защищать монумент в течение 33 дней если хотя бы одна его часть будет разрушена боевые системы околит активируются и придут игуаны стаи семи особей охренеть ради медикаментов изи вообще установить монумент черт придется его здесь где нибудь на территории выставлять потому что внутри явно у нас нет места давайте выставим так чтобы не мешалась проходу эта штука нэвис а дана займется нифига себе дана ты чё умеешь что-то делать ру смотри ловушки делает я хочу вас расстроить ребята эти ловушки больше не нужны и вот эта дверь не нужна но ру ты нэвис чё делаешь о ёпт откуда пожар а это из-за этой бум крысы я не погасил весь мир сгорел ну ладно а это торговцы идут еще мы с ними тоже поторгуем так аллигатор дана кто-нибудь опера присоединился я только сейчас заметил ух добро пожалуй семью пера муравьет привет мужчина книжный червь охотник не может заниматься простой работой но у него куча огоньков он эстет к сожалению возможно это будет но у него здесь вполне просторно очень мило очень хорошо и только лишь покрытия отсутствует у нас есть песчаник какой-нибудь лишний известняк мрамор песчаник гранит сланец во из сланца можно ему пол выстелить да 4 блока однозначно 75 не хватит но там рядом есть деревенька из сланца так что нормально и у тебя будет нормальная комната также он невероятно красив всем будет очень приятно с ним общаться он неплох в дальнем бою поэтому надо пусть возьмет лук для начала но я бы хотел дать ему пистолет на самом деле так что ты еще умеешь а он будет нашим главным ученым точно я вспомнил у него 10 в умственном труде но пока ты делаешь все не давайте сразу его определим давайте не будем тратить в пусту его время и ресурсы он умеет заниматься искусством но так же у нас дано искусством занимается тем более в ее спальне установлена это художественная мастерская или как бы это хрень называлась он не против заниматься горным делом поэтому давайте ему этот скилл дадим начнем отсюда проводи хорошо время друг я вообще не против лечение достойное пероохотник ты не будешь добывать растения потому что ты это не умеешь делать с лекарственным мы разберемся потом да ты будешь главным ученым сканером он не занимается уборкой и прочей фигней справедливо мы не ради этого его брали но он может заниматься тренировкой животных и животноводством так же он может добивать это стандартно пациент да добиватели пусть они все будут чтобы не не заморачиваться этим вопросом вообще с тебя ну кстати ты тоже неплохой животновод поэтому на 4 останется просто как даже даже не пусть на троечке висит а вот это все на четверочку перекинем тебя рыбалка пусть останется уру так и наверное пока а я забыл шахтер пера да приоритет пусть занимается строительство у него не очень четверочка но он может ремонтом заниматься и разборкой всякого разного хлама я думаю я думаю это не страшно у кого еще 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 строительство 2 4 0 1 нет все вы двое тогда вы двое навис как у тебя дела а ты разбираешь у тебя все хорошо я вижу поэтому пока ты здесь диан навис абсолютная молодец просто забирай беги и тебе надо еще поторговать с нашими гостями да как закончишь иди поторгуй так чего вы можете мне предложить они могут купить наше золото у них есть коты они против нашего риса да мы можем продать ткани шерст муфало по кусочкам как бы нафига эту кожу можно будет переработать еду мы продавать конечно же не будем штаны из ткани футболка джампэк у них есть как дополнительное снаряжение прикольно крепкий оружейный шкаф из стали трон из дерева да нет наверное наверное нет наверное нет хорош так невис я бы хотел что ты засеяла эту область лечебным корнем да потому что аллигатор еще пока не достигла уровня мне нравится как наше поселение вообще неплохо так со всем справляется я прям горжусь ребятами невис я знаю что я я думал что ты хочешь кушать на самом деле давай тогда ты закончишь вот эту стену так и защита нет амбразуры только со временем появляется когда после изучения укрепления кожи бронезащита были же амбразуры разве нет или меня проглючило и это баррикады были или это мод у меня стоял вообще ну ладно здесь 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 наверно не так переставь стену сюда да а здесь построить еще одну такую за, через нее же нельзя перелезть через брикаду Я надеюсь Потому что иначе весь смысл теряется Барьер высоты по пояс Используемый для укрытия от огня противника Баррикады выглядят неэстетично Но обеспечивают лучшую защиту Чем другие низкие укрытия Мы построим пару штук и посмотрим Можно через них перелазить или нет Перо, почему ты плохо время проводишь? А, ты ходил, вырубал то, что Невис там не успела Че, нам надо тебе сделать стол для исследований И ты будешь большим молодцом Переставим сюда обогреватель Простой стол для исследований Надо переставить, да, сперва Невис, а ты можешь? Да А, ты уже начала, я понял Ну ладно, пусть доделает стену И, наверное, вот эту надо будет сделать еще сперва Ладно, Невис, отдыхай Все, ты уже очень плохо начинаешь проводить время Я не хочу тебя дальше мучить И первым делом надо выучить батарейки Потому что мне не нравится Когда мы начинаем очень сильно проседать По электроэнергии Вот сейчас никто не готовит Можно переподключить и все И расход меньше Аллигатор, как дела? Че делаешь? Так, а здесь нужно монумент построить, да? У нас остался еще гранит? Дофига Столы И пол из песчаника И двери, да? Это все, что нужно сделать, да? Для монумента, по-моему Невис справится Так, давайте поохотимся еще за едой Тут тусят газельки Черепаха Заяц Зайчиха Раненый медведь Я думаю, этого будет достаточно Для первой Первой добычи Так Цель сегодняшнего эпизода Надо закончить с этим монументом И поставить сюда стол для исследований Сейчас все завязано на Невис, на самом деле Хотя Ру, в принципе, фигней занимается Он может перенести обогреватель И перенести материалы для Готовки стола Да ух, пола, пола Я сделал вас А, исландцы? Нет, все окей Я думал, с гранитой Не смогу сделать монумент Нет, тогда все окей Невис, просыпайся скорее Я тебя умоляю У нас опять нет ветра Нормально у тебя все? Не, не вышло Ну, ты пыталась Невис? Алло, сколько можно спать? Сильное недоедание Сон на холоде Да потому что ты Не встроишь себе обогреватель Зачем я построил еще один? Я что, дурной? У меня же У меня же был Готовый на складе обогреватель Почему я трачу ресурсы впустую? Стол для исследований Переставить А из твоей комнаты Может мы Уберем Стол Я думаю Мы уберем Стол отсюда Невис, что делаешь? Я понял Ты страдаешь Какой-то хренью Поэтому Сделай стол Для исследований И мы начнем Добывать батарейки Мы вот это переставим Сюда Вот это переставим Сюда Все на пользу Ничего впустую Не уйдет И здесь Наверное Мы сделаем дверь Лучше Лучший вариант Чтобы если что Наши ребята Могли забежать Отсюда И сразу пробежать По прямой Через дверь Но в идеале Конечно В будущем Все будет по-другому Совсем А потом Работаем Над монументом А кто-нибудь может Ру Что делает Неси материалы Сюда Помоги Ну реально Это же ускорит процесс Принеси сюда материалы Я не просил строить Я просил только Принести материалы Но раз Раз тебе так нравится Почему нет А можно пол Из чего-нибудь другого У нас песчаника Больше нету У нас есть известняк У нас есть гранит Ладно Придется сделать Пару штук Из гранита Но я бы Не хотел Гранит Тратить На А пол Должен Не должны Покрывать Метку монумента Чего Гранит Гранит А через 100 Меню нельзя Ну серьезно Сделай Пожалуйста Есть Монумент Монумент Завершен О Медикаменты Ух Так Невис Ты развлекаешься там Во все Сделай Сделай стол Гидропоника Я думаю Я думаю Я думаю это Отличный момент Чтобы закончить Сегодняшний эпизод Наших приключений Римворда Черт возьми Рандомный Рэнди Дает нам шанс Спокойно выживать И И Тусить И прокачивать Наше убежище Насколько мы кстати Продвинулись Мы уже в 22 тысячах И последний рейд был Когда мы были на 17 Где-то То есть уже Уровень Уровень рейдов Может вырасти Значительный Следующий Может оказаться Для нас Очень даже Серьезным Челленджем Ох Ребята Огромное спасибо За Просмотр Сегодняшней части Наших приключений В мире Римворда А с вами был Джонни Специально для канала Римворд Да Вообще кукуха поехала Специально для канала Joywire Если вам понравилось Это видео Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Если этого еще не сделали И Пишите приятные комментарии Ребята Я всегда рад Ответить На каждый Ваш отзыв И на каждый Ваш комментарий И Это очень сильно Мне помогает И поддерживает меня В создании новых видосов Еще раз Огромное спасибо Ребята Всего вам хорошего И Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok